Привет, друзья! С вами снова канал Чуплики Фэмили Влог. Комод – это удивительный предмет мебели, который может стать настоящим спасением для тех, кто ищет красивое и функциональное решение для хранения вещей. Несмотря на то, что он не занимает много места, его вместительность может удивить. Благодаря своей конструкции, комод может вместить в себя множество мелочей, аксессуаров, документов, одежды и других предметов, Чтобы ваши вещи всегда были в порядке и не потерялись среди хаоса, нужно правильно организовать пространство внутри комода. Именно поэтому я поделюсь с вами несколькими идеями и советами по организации комод, которые помогут вам сложить в него максимум вещей. Правила пустых ящиков. Перед организацией вещей в комоде необходимо освободить ящики от всего содержимого. Это позволит оценить объем имеющихся вещей и создать новые, более удобные и продуманные системы хранения. Кроме того, когда у вас есть хорошо организованное пространство для хранения вещей, вы не тратите время на поиск нужных вещей. Вы знаете, где они находятся и можете быстро их найти. Если вы еще не применяете это правило, вы удивитесь, насколько это может упростить вашу жизнь. Начинаем с расслабления комода. Стоит оставлять только те вещи, которые приносят вам радость либо пользу. На этом этапе необходимо вещи сортировать. Все вещи по категориям либо их предназначениям. Легче всего распределить содержимое по ящикам в зависимости от категории. Например, в одном ящике вы храните футболки, в другом купальнике, а в третьем домашняя одежда. Однако на практике чаще всего нам приходится комбинировать несколько категорий. Если вы хотите оптимизировать использование комода, стоит избегать хранения объемных вещей в нем. Например, спортивная толстовка с капюшоном, хоть и относится к спортивной категории одежды, займет слишком много места в ящике. По сравнению с футболкой, которая займет значительно меньше места. Такие предметы одежды неэффективны в комоде. Лучше переместить объемные вещи на полку или вешалку, чтобы освободить драгоценное место в комоде и упростить процесс поиска нужной вещи. Мелкие вещи, такие как носки, колготки, бижутерия и многие другие, могут легко запутать их владельцев. Когда вы пытаетесь найти что-то в своем комоде или ящике, может потребоваться много времени и усилий. Органайзеры для мелких вещей – это решение этой проблемы. Пластиковые органайзеры могут быть также полезны. Выбирайте по возможности прямоугольные, чтобы задействовать максимум пространства. В качестве альтернативы всегда можно воспользоваться классическими коробками из подобных. Складывание одежды в комоде может быть выполнено различными способами. Один из таких простых и удобных способов – это складывание вертикальной стопочки по системе мореконда. Поначалу я сама думала, что складывать вещи вертикально мне будет трудозатратно и по времени. Но уже после первого ящика с детским бельем, навык складывания отработался настолько четко, что теперь я с удовольствием складываю вещи и делаю это очень быстро. А делаем мы следующим. Раскладываю на плоской поверхности. Визуально делим предмет вертикально на три части. Боковые стороны слаживаем друг на друга внутрь центральной. Получившийся прямоугольник складываем вдвое. В итоге получается аккуратный прямоугольник. Почему именно в прямоугольнике? Потому что эта форма достаточно устойчива и прекрасно помещается в комод либо коробке. Если применить вертикальное хранение в шкафах комода с одеждой, то они становятся похожи на симпатичные картотели. По такому же принципу можно складывать и другие вещи. При данном методе одежда будет сложна, очень компактна и аккуратна. Если вещь оказалась недостаточно мала, можно повторить складывание вдвое или трое. Сложенные вертикальные вещи, то есть стоя, будут всегда доступны и видны. И не будут цепляться за вещи по сосед, как при обычном хранении. Однако мне больше нравится метод кармашка. Когда одежда не разваливается и долго сохраняет эстетический внешний вид. Сразу может показаться, что метод достаточно сложный. Но поверьте мне, я складываю для пятерых человек, для своей семьи и делаю это очень быстро. И вам советую обязательно попробовать этот метод. Проще всего начать с футболок. В кармашек загибаем треть футболки и переворачиваем ее на другую сторону. Загибаем боковые части. И выворачиваем образовавшийся кармашек. Такой способ отлично держит форму и не раскручивается. А когда рука набита, может и оставшуюся одежду сложить красиво. Таким же способом. Поэтому большинство вещей в моем команде хранятся именно так. Метод очень простой и удобный. Ваши вещи будут лежать красиво, не будут мятыми. И даже если будете доставать одну вещь, остальные не раскрепаются. Можно попробовать складывать вещи в рулоны. Для этого нужно просто свернуть одежду вовнутрь. И скрутить ее вдоль своей длины. Результатом будет рулон, который легко разместить в ящике комодов. При складывании свитеров толстого я их переворачиваю. Складываю вдоль рукава. Подворачиваю боковые края. А затем складываю на две трети по вертикали. Можете хранить вещи с толпками. Складываем прямоугольником друг на друга. Выглядит это достаточно аккуратно, но непрактично. Понимая одежду, нарушается порядок. А со временем этот метод напоминает бесформленную кучу, которая остается только заново перекладывать. Сразу понятно. Более практичный и удобный метод – это вертикальное хранение. Если применить вертикальное хранение в шкафах комодов с одеждой, то и стоя, будут всегда доступны и видны. И не будут цепляться за вещи по соседу, как при обычном хранении. Также можно использовать комбинированный способ хранения для вещей. Сворачиваем предметы в рулон или конвертный и ставим вертикально. Для комодов это идеальный способ хранения. Кроме того, убирайте несезонную одежду. Пространство для хранения одежды ограничено. Поэтому не тешите в комоде вещи, которыми вы не будете пользоваться в ближайшие месяцы. Очень удобно использовать для этого коробки для хранения. Переместите в них аккуратно несезонную одежду. А потом, когда наступит новый сезон, верните ее на место. Если у вас нет альтернативного места хранения, то отведите наиболее нижний и не очень удобный ящик для несезонной одежды. И меняйте одежду местами в зависимости от сезона. Если осталось свободное место в комоде, помните о том, что в комоде не обязательно хранить одну лишь одежду. Добавьте туда и вещи из других категорий, как, например, полотенце или пастельное белье. Надеюсь, эти способы и методы помогут вам выбрать наиболее удобный способ складывания одежды. Продолжение следует...